Диего Мартин арестован в Дубае Диего Мартин арестован в Дубе 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 выложил то есть те те его комментарии скажем так были обработаны и вот я для вас сделал такой перевод сегодня в чате диего мартин сообщил что он дорабатывает последние дни на текущем месте работы так и как его контракт в этом месяце заканчивается пятница на этой неделе его последний рабочий день то есть завтра после этого он сможет полностью сфокусироваться на работе в квестра он знает что появились слухи что он арестован он призывает не обращать на это внимание поскольку его не за что арестовывать он просто занят работой также мы узнали что антонина рабала сдал экзамен на знание китайского языка это важно для ведения международного бизнеса и рабала не нравится когда приходится пользоваться услугами переводчиков вот кстати сертификат который опубликовал антонина рабала на своей странице на фейсбуке сертификат называется chinese proficiency test то есть это именно сертификат на знание китайского вот его имя антонина веера рабала датирован данный сертификат восемнадцатый год четвертый месяц то есть апрель 22 число то есть получается 22 апреля он сертификат получил здесь показано а общее число очков максимальная 100 100 ли за ли санин то есть как бы восприятие языка на слух и 100 баллов за чтение и в итоге 200 баллов максимальный балл и мистера балла получил 200 баллов ну я мягко говоря впечатлен такими результатами господин рабала потому что сами понимаете китайский язык очень непростой и на слух он непростой и достаточно вспомнить эти иероглифы это вам не русский или латинский алфавит изучить да а также я вам напомню что вообще-то мистера балла 1946 года рождения то есть дяденьки как-никак 72 годика и 72 годика выучить китайский ну мягко говоря впечатляет уж как он там эти экзамены сдавал вопросы интересные но факт остается фактом сертификат на руках у мистера балла брадикардия ему оказывается соответствующее лечение и диего мартин также постарается обеспечить ему лучших кардиологов начиная со следующей недели диего мартин с нетерпением ждем когда он сможет завершить дела на текущий месте работы и полностью сфокусироваться на работе в квестра вот опять же то есть у мистера балла как мы знаем самочувствие оставляет желать лучшего и как мы понимаем болеет он уже достаточно давно сердечко пошаливает как диего пишет но при этом он умудряется сдавать экзамены на знание китайского языка но вот напишите в комментариях что вы думаете на этот счет действительно ли он что-то там изучал и что-то сдавал или просто ему оплатили этот сертификат и подарили как некоторые покупают право к примеру так вот еще одно сообщение диего мартина люди не верьте хейтером я не в тюрьме я нахожусь мадриде и работаю это моя последняя рабочая неделя и после этого я буду полностью ваш и я горжусь я горжусь тем что я не совершил ничего незаконного я помогаю всем и я за это не получаю ни цента не пенни и когда вы читаете подобные новости что его якобы арестовали и так далее то анализируете почему он в тюрьме когда он поедет в дубай all you know my movement то есть вы все знаете о моих перемещениях ну я не знаю он господин диего во первых писал в своем чате что он забирается в дубай и как бы собственно когда прошла информация что он в дубай никто особо не удивился потому что он об этом говорил и сам же много раз повторял что офис дубай будет так люблю вас моя семья пусть хейтеры изобретут что нибудь новенькое ну собственно еще раз повторю то есть если бы диего мартин периодически в своем чате писал какие-то ну новости и так далее то вопросов бы не было а так он ушел в тень и и кстати его не было на связи почти семь дней то есть целую неделю ну я понимаю что он устал но как бы человек наверное ездит на работу как-то добирается и что уж там не найти несколько минут чтобы просто написать 12 тысячам человек привет что у меня все в порядке там все окей я просто сильно занят сейчас там последняя рабочая неделя и так далее то есть по моему это можно было бы все сделать и вот буквально совсем свежие сообщения диего мартин а вот буквально сегодня 28 июня там в два часа что мы поедем в небольшое путешествие возможно на одну или две недели то есть я так понимаю он пишет про путешествие с женой видимо отдохнуть после после тяжелой работы на предыдущей работе так и вот его спросили будет ли какой-нибудь ну конференция на которой она ответит там на последние вопросы какие-то вот и он пишет когда ванны с ванны зова типа когда все закончится сейчас не могу ничего сказать и тут он пишет что ребята мне надо возвращаться к работе там спасибо эль мире от всего сердца в общем увидимся и на сегодняшний день насколько я вижу это пока все сообщения ну в общем следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом ставьте лайки или дизлайки с вами на связи был андрей жариков всего доброго